В принципе, вроде настроил. Так, нормально слышно? Да, да, отлично. Вы так пишите, слышно или нет? Пишите. Итак, Влад, был недавно, последние несколько дней, пишут вопрос, почему не работают автосалоны? Ну, автосалон находится на стадии разработки. Довольно активно мы их разрабатываем. Будет интересная система, более обновлен дизайн, более совершенен. И, наверное, все-таки нужно еще подождать, пока мы закончим последние косметические работы с этой системой. Ну и запустим. А вот относительно... Ну, это новая система, да, автосалонов. А относительно вот этой старой, прежней, которая еще была, там какие-то неполадки возникли. В общем, Влад Моралес сказал, что нужно все-таки закрыть все на какой-то период. Сейчас он там все поправит, все это сделает и запустим панел. Ну, как же? Ну, Влад писал, вроде бы, что они работают, но писали многие, что дом есть, все есть, лот есть, но не могут купить. Влад проверял, вроде бы, не было получалось покупать. и других нет. Ну, да, да. Такие проблемы есть. И, в общем-то, я не знаю, почему они упникают. Ну, Влад Моралес поправил, и думаю, на днях уже снова можно будет покупать автомобиль. Какие ожидаются ближайшие обновления? Прежде всего, мы хотим закончить тюрьму, маппинг которой, в общем-то, уже готов давно. Это абсолютно новое, более интересное, более красочное здание этой окружной тюрьмы. И, в общем-то, вот это наша главная цель на ближайшее время. Затем будем думать о наркотиках, о их доработке. Ну, и, в общем-то, это два главных наших плана, да, таких аспектов, которые мы хотим разработать в ближайшее время. Знаешь, я хотел спросить о хелперах. Очень маленький онлайн у них, и будет ли набор? Нет? Скорее всего, я реорганизую эту группу как таковую. наверное, все-таки стоит набрать новый персонал, потому что, ну, конечно, не всех, да, кого-то я там уволю, кого-то я оставлю, но, думаю, какие-то определенные новые лица появятся в ближайшее время, поскольку их работы я на данный момент крайне не удалю за рам. что насчет РМ можешь сказать? Ну, то, что сейчас он как бы стоит там, не лидера, никого нету. Где-где? РМ. Ну, русская мафия. А, да, в ближайший момент я вот, наверное, завтра, послезавтра постараюсь туда поставить лидера. У меня есть уже кандидат, который будет, ну, он готов, у него есть определенные планы на развитие этой фракции. Думаю, в ближайший момент он уже заступит на свои должности, будет радовать вас своей игрой. Ну, этого человека знают многие и не знаю, какие о нем мнения, в общем-то, бытует и хорошие, и плохие, но в основном это человек со светлой головой. Есть у вас, ребят, еще вопросы? А, вот, Влад, есть такой вопрос. Сегодня или еще вчера, по-моему, увидели, что ФБР уже есть заместитель и ты там стоял на лидерке. Как можешь объяснить? Он отключился. Опа! Сбежал. Ага. Сбежал. И так, я думаю, поставлю туда в ближайшее время хорошего человека со светлой головой. О нем бытуют и хорошие мнения, и плохие, но в этом человеке больше хороших качеств. И думаю, он себя в ближайшее время проявит. А еще про ФБР спрашивали. Да, про ФБР я спрашиваю. ФБР. В общем, все знают, что эта фракция находится в статусе заморозки, и туда я не хотел до последнего времени никого ставить, принимать. но так получилось, что появилась определенная интересная идея относительно развития этой фракции в дальнейшем. И думаю, сейчас там ребята поиграют РП, я посмотрю, что с этого получится, и в будущем возможно уже что-то будем думать, принимать какие-то действия. Следующий вопрос. Обнулили вот износ случайно. Его вернут или все-таки останется? Все-таки останется. Я думаю, что это для многих веков приятная такая неожиданность, и в общем-то думаю, что это будет их подарком на апрельские праздники, или какие-то праздники. Майские в ближайшие. Ну, или майские. Ну, в общем-то, на Пасху. тут пишут, что с ПД была кандидатура, он все делал для ПД, но его не поставят. Что случилось? мне сложно сейчас говорить об этом, кто там был, и я забыл, какие прежние лидеры были. На данный момент там сейчас находится администратор Джонни Хендерсон, и он подобрал двух человек, которых я в ближайшее время, наверное, завтра. Наверное, завтра я поставлю кого-то из них. Там два кандидата. Вот тут спрашивают, исправят ли баг с синими дальнобойщиками там рамки не повышаются? О, конечно, исправят. Это же недоработка. Ребят, есть вопрос? Что ж, можно спросить про Лупертации Крю? Что там в основном какая идея была? Отыгрывать семью, да, определенную? Ну, да, определенная семья со своими устоями и какими-то традициями. Я хотел воссоздать мафию современности, не мафию каких-то 50-х, 60-х годов. То есть, определенно не ту мафию, какой мы привыкли ее видеть в играх серии «Мафия» и «Мафия 2». Ну, в общем, мне, надеюсь, это удалось и я сумел привнести какой-то экстраординарный всплеск в развитие этой фракции как ЛКМ. Ну, и в дальнейшем я просто решил уже снять себе полномочия лидера, потому что уже начинался тот период, когда я работал все спустя, ну, работал спустя «рукова», так называется. В общем, вот так вот оставил после себя Майкла Хендерсона, который мне помогал в период всего возведения ЛКМ. И, в общем-то, я надеюсь, что он будет и в дальнейшем радовать вас своей игрой. В период всего возведения. Поскольку вопросов больше, я думаю, у нас нет, вы можете задать свой вопрос на радио. Ну, и тут что думаете по поводу Якудзо? Якудзо? Якудзо – это японская мафия. Это все, что я не думаю. Ну, надеюсь, что там будет новый лидер или прежний, я еще разберусь, который будет вести эту фракцию к новым подвигам, новым свершениям. Это, по крайней мере его задачи. Ну, ладно, вот такой вот вопрос, смотри. Лидер Вагас, все говорят, что у него американский ниг, как ты его вообще поставил? Он говорит, что он отыгрывает испанца, а некоторые утверждают на форуме, что он американец. то есть Алекс Мэрс. На мой взгляд, имя Алекс это какое-то национальное имя, которое нельзя относить к какой-либо национальности или расе, на мой взгляд. Алекс это уникальное какое-то имя, которое может быть как и в испанском диалекте, так и в американском, английском и прочее. Ну, это на мой взгляд. Поэтому я не вижу преград для того, чтобы он был резервен. Тут спрашивают, почему половине обнулили износ, а половине нет? Ну, это, наверное, нужно адресовать этот вопрос Мануэлю Моралезу, поскольку он обнулял износ. Не-не-не-не, там суть в том, что заключается, когда обнуляют, там нужно завести и заглушить машину, чтобы износ сохранился. Ну, а те, кто игроки были оффлайн, вот, наверное, и пишут тот игрок, который был в Кубинскую мафию, то есть, как было раньше? Если мы... Да нет, наверное, нет. Наверное, скорее всего, нет. На наш взгляд, система скинов нынешняя, да, их сортировка, она наиболее приспособлена к нынешнему положению населения. то есть, это наиболее оптимальный вариант расположения скинов по фракции. отличный вопрос тебе, Влад, есть ли у тебя девушка? Ну, да, конечно. Я же нормальный парень, у которого есть девушка, которая ее любит, и надеюсь, что она меня тоже любит. Вот так вот. пишет, может, стоит ли вернуть скины Якудзи, так как половина сервера бегает с такими скинами, как у нас? Да, мы что-нибудь придумаем, что-нибудь придумаем, определенно, да, что-нибудь придумаем. А может, новых лидеров куда-то хочешь стать, кого-то снять? Там несколько кандидатов на снятие, наверное, наверное, 2-3, как минимум. Поэтому посмотрим. Там он хотел с ним от лидера МЧС, он вот в последний момент реабилитировал себя в моих глазах и, в общем-то, создал крутой сайт для именно своего подразделения. Очень круто. В общем, это это все относительно. Вчера мне кандидат мог нравиться, а сегодня каким-то действием он мог сокрушить всю свою веру с моей стороны в себя. Вот так вот. Спрашивают, изменят ли интерьеры во всех матчах? Ну, может быть, в каких-то заниматься? Ну, да, я начал менять их. Вообще, я предполагал, что поменяю интерьеры большинству фракций, наверное, процентов девяносто. И как-то даже хотел заняться этим, и ничего, не хватало времени. Думаю, в ближайшее время начну это дело продолжать, вот как я начал с ЛКН. Потом, думаю, следующее будет или ПД, или еще что-то. Ну, сейчас не буду обещать, потому не хочу, потому что не хочу в себя с дальнейшего спроса с этих слов. То есть, я не знаю, какая следующая фракция будет, но, скорее всего, это будет полицейский департамент. А там уже будем смотреть. что насчет оружия, планируются какие-либо обновления на счете? Да, мы разрабатывали систему введения нового оружия, да, на север, и очень интересную взаимосвязь с этим новым оружием и нашей армией нынешней. Очень крутая система и было бы круто ее воплотить в реальность. Что-то будем думать, потому что уже как год, если не памятник, на сервере нет и М4, А47. Ну, в общем, нужно что-то делать, подпринимать. Второй год идет, как бы. Я играю в света по 1012, там нет в шее. Ну, это на ладе. Ваша, почему Лиф и временные лидеры? Буквально завтра-завтра я поставлю нового человека и он уже будет на постоянной основе. А можешь рассказать побольше о системе наркотиков, к примеру? Какие эффекты будут от них? на самом деле эта система еще не до конца разработана, поэтому не хотелось бы говорить. Вообще у нас было на вооружении где-то три варианта. Было три варианта разработки и каждый нас в каком-то аспекте не устроил. Поэтому мы постоянно находимся в творческом поиске оптимальной системы наркотических веществ на нашем проекте. А теперь вот такой вопрос. Смотри, можно же как-нибудь задействовать МЧС добавить? МЧС 100% будет задействовано в этой системе? Нет, я сейчас не про наркотики говорю. Я вообще про обычную простуду, про зубную боль. Система болезни тоже будет. Будет система аптек, система болезни. Система болезни, скорее всего, будет введена уже после наркотиков, потому как с наркотиками мы хотим вести параллельные зависимости, а зависимости это уже можно сказать так и болезнь, поэтому там уже будет более глобальная система. А что можешь рассказать насчет парикмахерских, так как их уже довольно-давно все друг другу перепродают и ждут, когда они уже будут работать? Вообще мы как-то поторопились с вводом парикмахерских, поскольку не было системы, да, еще окончательно, но мы их уже ввели. Думаю, будет какой-то вариант, ближайшее время какое-то решение этой проблемы и думаю, выпустим обновление, а уже после него будем думать о том, как лучше функционировать парикмахерских. спрашивали, что будет делать с Келпером Энрико Лозанно, так как он в бане за руку? Оказалось, что это ошибка и мне нужно его разбанить уже в ближайшее время. Сегодня его разбаню, он приступит на новую к работе. Почему так упал онлайн? Ну, это, наверное, череда каких-то наших ошибок или, может быть, какие-то изменения, может быть, произошли, и я не могу так судить, поскольку я не вижу каких-то веских причин для того, чтобы онлайн столь сильно падал, сравнивая с рекордом, 327 человек и нынешним положением зала. Наверное, где-то мы прогадали и нужно наверстывать. А вот у кого, к примеру, два хоригория? Будут ли введены новые предметы в университет или навыки? Предметы или навыки, они вводятся по мере ввода новых систем как таковых. То есть мы вводим систему и думаем, будет ли она полезна в изучении чего-то? То есть мы хотели доработать работу адвокат, мы ввели юриспруденцию. И в общем вот такой вот алгоритм. Если будет какой-то повод для их введения, конечно же мы все это обновим и будут какие-то новые навыки, новые какие-то аспекты, которые можно будет изучить. Когда ввод завод для оружия Банк Масли? Это уже когда будут введены АК-47 и М4. Там уже будет какая-то глобальная система, которая будет не только взаимодействовать с армией, а и с бандами, с мафиями, которые смогут как-то грабить какой-то процент оружия. Мы хотели вообще сделать систему караванов. конвой едет и перевозит определенные оружейные единицы, чтобы была возможность грабить эти конвои. Не знаю, посмотрим, возможно ли это сделать вообще в ближайшее время. Посмотрим о целесообразности введения это на север. Но ты можешь рассказать про колонию строгого режима? Как она будет работать, к примеру? Я бы хотел раз и навсегда отойти от этого понятия колония строгого режима, поскольку в ближайший момент, в ближайшее время мы хотим ввести ту тюрьму, которая раз и навсегда закрепит за собой понятие окружная тюрьма. Эта тюрьма находится в городе не как раньше на Австралии. То есть это не Элькатрас, как вы могли подумать. Это вполне себе резонное здание, которое есть на карте. Я его устраивать специально не буду, оно и в Симбле так предположено, что оно окружной тюрьмой является. В него мы поставим интерьер, и там будет находиться заключенный. Будет возможность есть в тюрьме, возможность качаться, гантели, фанги различные. В общем, очень много всяких новшеств, новых каких-то даже взрывных штук, которых в Сампе до сего времени не было. Это настоящая сенсация. сенсация. спрашивают, на хелпер может попасть лидер или какой-то сторож усердник. Зависимо от его активности, я смотрю о пользе человека для проекта. То есть, если он несет какой-то вред проекту, он уменьшает свои шансы на попадание в хелпер команду. Если же он является полезным человеком для проекта, он что-то делает для него, это функционирующая ячейка для нас, мы, несомненно, ему предложим эту должность. Вот так. Что насчет рыбалки с того года и с обещания? Рыбалка как-то у нас вышла из поля зрения. Меня даже стыдно. Я думаю, что там не такая уж сложная система, ее можно будет доработать в ближайшее время. Надеюсь, что у нас получится это сделать. Нужно посмотреть нам совместно с Владом морализом, какие у нас в ближайшее время задумки. И если получится внести туда рыбалку, мы ее добавим в ближайшее время. Тут пишут, что именно полезного должен сделать человек для того, чтобы попасть на свою рыбалку? Это совершенно разные такие направления. Допустим, раньше люди делали различные FIQ или как они там называются. Ну, в общем, такие помощники, да, такие на форуме для сервера. Это были там, допустим, FIQ по грузчикам, по работам в основном. Сейчас я так понял, что это исчерпанный уже сегмент и, наверное, нужно как-то по-новому к этому подходить. я наберу в ближайший момент полухелперов, пусть они как-то тренируются, и это будет уже испыточный тренировочный полигон для своих своих всех. Будут ли завышенные цены на автомобили? Ну, такой разговор даже... Знаешь, как-то немного по-другому надо вопрос задать. Ну, экономика сервера всего, она изменилась очень сильно, помню, с 2012 года, когда я начал играть. Будут какие-то еще изменения, нет? В ближайшее время конечно нет. В ближайшее время этого не будет. Это сто процентов. относительно повышения цен, ну, это зависит от, опять же, той же экономики, которая расти в ближайшее время не будет, надеюсь, и повышаться цены на автомобили тоже не будет. Будет ли новую марку за механизм? Скорее всего, нет. Мне кажется, это именно та автомастерская, какой я ее и вижу. Пусть разрабатывал ее не я, но это то, что сделал бы как раз бы я, если бы передо мной стояла такая задача. Поэтому, мне кажется, она наиболее как-то олицетворяет нынешний состав и нынешние вообще цели, задачи, которые стоят в этой автомастерской. Моралис пишет, что парикмахерские уже давно работают, он уже себе прическу сделал. Если он себе сделал прическу, тогда я не знаю, почему острые не могут этого сделать. Для меня это загадка. износ. тут пишут тем, у кого не исчезли. Что им делать? Можно ли как-то обновить? износ на самом деле это огромные счастливчики, это настоящий победитель по жизни и мне кажется, что было бы справедливее, конечно, чтобы им сняли износ, но поскольку они не попали в тот промежуток времени, когда износ обнулялся, думаю, мы им обнулять специально не будем. хотя это да, в какой-то мере это не справедливо. Ну ясно дело, что ты не один работаешь над всем этим, что у вас есть много разных скриптеров, но каждое обновление ты сам просматриваешь или упускаешь что-то, доверяешь другим людям? Вообще обновление делаем зависимо и я отношусь только к матрике. Именно скриптовое обновление делает только Моралес, и еще один наш скриптер это Евгений Маклюн, который является администратором второго уровня. Они делают, я это как-то стараюсь в игре более преподнести как-то, если обновление нуждается в маппинге, это, конечно, уже моя работа и я делаю маппинг для этого всего, я оформляю и делаю постель для дальнейшего обновления. Если это просто скриптовое что-то, то это делает только Мануэль Моралес. Когда он это делает, когда он уже подготавливает это все к выпуску, мы заходим на тестовый наш сервер, на котором мы просматриваем новые обновления и уже тестируем их на предмет наличия багов и прочих недоработок. Знаешь, много говорят, что админ всегда прав, но бывают случаи, когда админы ошибаются и прислушиваетесь вы как-то к игрокам или больше доверяете админам. Вообще это ошибочное утверждение, что админ всегда прав. Мы ведь не диктаторы какие-то, которые уверены в своей правоте, хотя не являемся истинной в последней инстанции. Поэтому мы ведем какую-то, ну, лично я веду более демократическую, либеральную деятельность, которая позволяет высказаться и игрокам, и администраторам. Делать из себя искусственного головореза человека, который не взирает на чужое мнение и видит только себя и я не собираюсь. Поэтому я не хотел бы, чтобы в дальнейшем у нас были такие администраторы, которые являются именно такими людьми. Тут пишут, почему бы не набрать еще макера? Объем работы не позволяет. Если бы был авральный режим, да, как это было там год назад, наверное, может, меньше даже. Если бы я работал в авральном режиме, что все с рук бы валилось, что я бы не успевал и вокруг одна чертовщина я бы не мог понять, что происходит, я бы взял человека. А пока этого нет, я могу спокойненько себе отдохнуть, пока работы нет. И поэтому брать человека, который также будет сидеть без работы, нет смысла. тут спрашивали чуть-чуть другой вопрос, но его переделал. Как будет набрать хелперов? Вы будете выбирать их лично или же будет как раньше заявка? Заявок, скорее всего, не будет. У нас есть тема на форуме, в нашем рабочем разделе, у нас есть раздел на форуме администраторский, в который имеют доступ также хелперы, и все члены нашей неосвязяемой монолитной команды могут предложить своего кандидата, которого я с Мануэлем Моралезом будем оценивать уже более скрупулезно и взирать на его историю более щепетили. Кросс, кросс. Да. Чемпай спрашивает, что 1 на 0 делить можно или нет? Нет, на 0 делить нельзя. Повысили зарплату на каких-либо работах? Нет. Хотя наоборот уменьшаем заработную плату на той же шахте. Уменьшили до 2 реалов за килограмм добываемого вещества. В общем-то вот так. Сейчас только мы понижаем. А тут лично у меня вопрос. Как так что сейком на тебя и на мораль уже? Обманули уже много людей и сколько людей? На самом деле как-то пословица звучит. Утопание дело рук самого утопающего. Я могу ошибаться в принципе. Потому что я не особо знаток этих афоризмах и пословицах. просто если человек в состоянии довериться какому-то вообще левому лицу это уже стоит уже задуматься вообще о себе и о целях своей жизни. Потому как указаны везде мои данные, указаны везде Мануэля Моралеза. Мы сколько раз об этом писали, что проверяйте, если мы пишем вам ВКонтакте, если мы пишем ВКонтакте, проверяйте наши ли ссылки указаны в общем-то. Потому как люди видят мою аватарку, мое имя, которое там подделывают и верят этому. Посмотреть на страничку, на ссылку это наверное для них сложно. И давайте я вам все-таки сделаю такую пометку, чтобы в дальнейшем вы все понимали. Моя ссылка чрезвычайно проста. Это vk.com slash masters Morales же jasipa 22. И перепутать с чем-либо это крайне сложно. Потому как я не знаю, каким надо быть, чтобы довериться какому-то левому человеку. Это очень сложно. А как я отношусь к этим фейкам? Это наверное огромные умники, которые пытаются обманом. Это им надо политику. Политику надо им хорошо получать. В общем тут задают вопрос, в будущем будут еще какие-то конкурсы на премьере Дня Шахтера? Конечно будут. Конечно будут. Не можешь сказать какие? Эта идея очень крутая относительно Дня Шахтера. Онлайн конкурсы у нас есть. Будут наверное еще какие-то конкурсы такие крутые как День Лесаруба или же День Шахтера 2. Что-то такого будет. что-то придумываем. Мы постоянно находимся в творческом поиске, который позволяет нам придумать какие-то новые новости относительно конкурса. спрашивают Мануэль в группе писал что у них СХ это легкие HP и банят за них на 7 дней. Это правда? Ну СХ как посмотреть сюда у спидхак это довольно серьезный чуть на мой взгляд потому как на том же дальнобое дальнобойщики да и они знают на том же дальнобое можно конечно конкретно заработать с помощью этого чита что в общем-то в некой мере является богаюзем денег второе это ВХ ну ВХ это легкий чип я согласен Когда будут примерно эти конкурсы например у меня Шахтера? Уже ближайшее время на 1 апреля хотим провести очень крутые акции хотим провести крутой ну всех карт я раскрывать конечно не буду очень крутое действо хотим отобразить которое у нас уже было когда-то и сделан небольшой подарок для тех кто на данный момент находится в бане люди у которых аккаунт заблокирован будут кое-как польщены да да в общем есть такой вопрос почему мероприятия разные ну МП разрешены только после 12 ночи админа почему на наш взгляд с Мануэлем Моральзом МП очень мешают как игре этот фут в чат и очень мешают отыгровке очень мешают поэтому засорять чат и очень нежелательно плюс МП должны проводить на мой взгляд это какие-то там репортеры которые проводят заплывы забеги это пусть и не совсем да являются их целью и задачей но в принципе это они должны делать поэтому мы проводим МП предпочтительно после 12 часов ну это вопрос не ко мне это вопрос к Мануэлю Моральзу ну наверное да потому что у нас каждый конкурс сопровождается какой-то суммой доната и я думаю не составит труда принести в этот конкурс такую сумму как 1000 донат вопрос может ли встать на кемпорку человек который был ранее администратором второго уровня ну зависимо от того каким он был администратором и при каких условиях он был снят если за ним нет никакого такого пагубного следа то я думаю вполне возможно пишут можно ли купить донат скину и как это сделать донат с чего донат скину а ну я не продаю за донат мануэль моралес он вел лотерею которая позволяет это сделать но там уже зависит от того насколько фортуна любит вас а так мне кажется если и можно будет купить скину так это рекламы пульскин малаш сделайте так чтобы можно было снимать сигнализацию мы сделаем так чтобы можно было снимать сигнализацию почему цены растут новичкам сложно может быть понизить цены или повысить зарплату цены такими были всегда унизить новичков приходили новички и старички как-то никогда не жаловались поэтому я не знаю что послужило такому скрипу цены как и прежде они не повышались кажется банально не надо да это банально очень тривиальная система но это прежде всего должно зависеть от лидера автошколы если он видит свою фракцию именно такой где нужно сдавать экзамены именно таким образом конечно же флаг ему в руки и пусть это делает если же там лидер предпочитает проводить занятия допустим на в общем-то тренировочном этом полигоне то это тоже его задача это зависит в общем-то от человека мы увидим эту систему она может кому то не понравится поэтому пусть люди имеют право выбора но тут вопрос может ли стать на конфорту человек который ранее не справился с этим вопросом ооо да да определено да так так человеком наверное писать администратору зависит от человека который забав которые забавны я не пьем особо ну так по праздникам конечно бывают такие моменты 228 нет нет я нейтрально поэтому лето осенья мы бы план не бросить как вот вы вообще с морализом решили создать свой проект такой как Majestic да и давнули это было раньше навсегда хочу сказать что при создании Majestic меня не было Majestic был создан двумя а то и тремя лисами это Мануэль Моралес Ромальд Стоунс и Веном Сан я же пришел когда он только развивался только начинал свой ход это было еще онлайн тогда 10-15 человек и в общем-то латаков а создан он был без моей помощи поэтому как как они пришли к созданию думаю сейчас спросите же у Мануэля Моралеса на какие оценки ты учусь? на какие оценки я учусь? да ну в основном я где-то ударник где-то так средний счет зависимо от предмета я не люблю Россию за то что они присоединили Крым ну я думаю что это все еще не серьезно еще очень много всяких санкций от этого Абамы который над которым смелиться сейчас в интернете думаю очень много еще предстоит каких-то разборов полетов не так просто если ты ставишь на лидер только проверенных людей то как новым лидерам со своими идеями пробиться на лидер я не всегда ставлю только проверенных людей я даю шанс и энтузиастам которые стремятся как-то улучшить фракцию у которых есть реальный четкий план развития и они ручаются за то что этот план будет выполнен в сроки и в общем-то фракция обречет новое лицо более совершенный вид если такой человек есть то почему бы ему шансы не дать другое дело ему предстоит со мной связаться но это сделать можно через мой контактный e-mail вот так ферма это такой уже слегка подзабытый аспект но мы доработаем однозначно в ближайшем будущем надеюсь если у нас хватит сил потому как объем работы очень большой но думаю что мы сумеем это все реализовать и даже на сервере есть де-факто де-факто на сервере есть фермы и даже объект под них уже выделен и там даже фон есть вернее пикап который показывает что это ферма что владельцем является Манель Моралес кажется что там добывают картофель вот так тут можно листать человека на лидер после четырех лет зависимо от человека и его умственного развития если человек довольно-таки превосходить свои года если он является действительно зрелым не по возрасту то почему бы может быть расширить выбор покупок в магазине я даже не знаю что можно туда привнести если есть какие-то определенные идеи что можно давать в систему магазинов эти все покупки то конечно же предлагайте и мы рассмотрим ваши предложения но так подумать логически я не могу сейчас представить что можно туда привнести такого полезного последнее время очень часто обман людей вот в ооце да скрины вроде в группу кидают человек к примеру не один раз банят за это он разбанивается может как-то жестче надо наказывать не знаю просто дело все в том что нужно быть защищенным от этих всех обман нужно понимать где тебя могут обмануть это ну мы все делаем для того чтобы людей менее обманывали это тот же нотариус тот же авторынок через который вообще нельзя обманывать и для меня это загадка как люди умудряются остаться ни с чем если вина человека который обманул какого-то игрока доказана то он ни в коем случае не будет раздан что можешь сказать про rpvget rpvget ну rpvget это такой аспект который всегда чем-то отличался от всей всей этой вакханалии на сервере это то чем можно гордиться и одновременно можно от этого на это сетовать это я думаю что там хватает как и позитивных лиц так и лиц весьма негативных поэтому это такой пульсирующий вулкан пульсирующая магма которая постоянно превстает перед игроками в новом облике то есть как сказать оно то есть rpvget то оно очень крутое то оно его вообще короче ну так в основном я доволен и в ближайшее время у меня будет там свой проект в этом где-то я буду там что-то типа лупортация но вообще не лупортация то есть это будет типа как фракция но далеко не фракция в общем есть вопрос такой насчет казино но в gps оно отображается и никак не функционирует будет будет ли это делаться да 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 мы как-то как-то Мануэль Моралес даже хотел сделать это все мы обговаривали этот вариант вариант ввода этого всего и помню был такой период когда игроки играли в кофе на всякие ценности как как денежные какие-то какие-то как сказать ну и на имущество и мы даже хотели как-то рассматривали вариант ввода в казино этой игры на костях где люди смогут ставить ставки и в общем-то без обмана действительно играть ну я думаю пока вот эта волна утихла с костями то это можно отложить думаю на более поздних ставках тут спрашивают если взломали отправку и забрали все имущество есть возможность его вернуть или этим никто не будет заниматься этим будет заниматься исключительно Моралес потому как у меня нет определенного функционала который бы позволил все это возвращать но если есть доказательства что вы были обмануты если есть доказательства что это в прошлом ваше имущество если есть фото логов передачи этого всего которое у нас есть на проекте то есть игрок сам может смотреть какие логи у него на данный момент и как его имущество передавалось из рук в руки и точную дату этого всего действия если все доказано если все вся эта документация есть смело можете направлять эту просьбу морали Владиславу и он ее рассмотрит и по возможности вернет вам все имущество если же доказательств нет если же нет доказательств определенных думаю это все будет напрасно а что ты можешь сказать про работу администрации удовлетворен ты или может не очень администрация работает хорошо на данный момент меня устраивает вполне просто иногда конечно возникали конфликтные ситуации они возникали независимо от состава то есть не было еще ни одного такого состава при котором бы все было гладко и все было в общем-то безукоризненно поэтому от этого никуда не уйти и здесь тоже есть свои изъяны но администраторский состав на данный момент подобран очень квалифицированно я им доволен а вот теперь вот смотри череда банов была за мультиаккаунтов от хендерсона вот что ты об этом скажешь это конечно варварский метод и направленный на деморализацию игроков но тем не менее все было сделано строго по правилам и здесь упрекнуть хендерсона хендерсона майкла абсолютно не в чем то есть он действовал строго по букве закона и упрекать его за это это бы являлось ханджестон и кощунхтон то есть нельзя винить человека в том что просто он исполнял свои обязанности я понимаю что у нас конечно я понимаю что у нас славянский менталитет и что мы привыкли обвинять тех кто просто исполняет свою работу но тем не менее он действовал согласно правилам ну а про отели что можешь сказать про кого про отели 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 еще будут дополняться и будет скорее всего три один в лос-сантосе второй в санхиера и третий в лас-вен-турасе это скорее всего я думаю больше не стоит делать просто их нужно делать большими задумка была следующая игрок при регистрации будет обязан в дальнейшем мы наверное перелизуем игрок при регистрации будет обязан снять номер в отеле за который он будет внести символическую плату там в каком-то там денежном размере и в общем-то он будет вносить эту оплату и жить в этом отеле до того как не купить свое личное жилье ну отель это и будет главным таким эпицентром новичков скорее всего там тем не менее можно будет отыгрывать в карпане что сказать про марио сальватруччо это иван петляк да а если речь идет о иване петляке то ничего не могу сказать человек наверное сильным максимализмом не бы сказал поскольку он посягнул на меня на других администраторов но его не принял один состав и я не знаю каковы его изъяны раз его не приняло столь большое количество наших старших порядков поэтому проблема какая-то есть в нем но я особо с ним не общался поэтому никаких выводов не станет ну вот тут пишет вопрос такой вот в матинге мчс там нет пикапа на крыше чтобы взять вертолет можно исправить или нет да это мы исправим и я даже сейчас в список все я внесу список и в ближайшее время мы это сделаем поэтому можете не нравиться будут ли аукционы на эксклюзивные вещи за игровые деньги я думаю это было бы интересной задумкой и в общем-то интересным действием думаю на какой-то праздник мы все же это осуществим был как-то аукцион на мой прежний особняк Мэтт Дога в котором я раньше жил и в общем-то мне понравилось тогда проводить этот аукцион очень было круто это все очень круто это все выглядело поэтому думаю в ближайшем будущем мы как-нибудь повторим на какие-то майские праздники да у людей будут каникулы и в этом аукционе смогут принять как можно больше людей участие вот смотри например план не план а будет введен суд то есть осуждение игроков например сделать здание ну или зал суда в мэрии в самом деле зал суда в мэрии есть он находится там в наличии и поэтому если вы хотите проводить суды это я обращаюсь к работникам закона это ПД в частности если они хотят проводить суды все ресурсы есть для этого поэтому идите в мэрию кажется на второй этаж там есть определенный зал который позволит вам проводить судебные заседания на высочайшем уровне спрашивает человек как можно измениться на твоих глазах если твои отношения к нему ужасны ну и если были какие-то такие у него случаи которые понизили его реномер в моих глазах то я думаю уже не так ну в принципе я всегда людям даю второй шанс и если он действительно исправился после того случая хотя я не знаю какого зависимо от этого случая какой он был если этот человек исправился то пожалуйста я посмотрю на него с новым взглядом он действительно исправился и понял себя ошибку в прошлом в общем а что можешь рассказать про ПД ну вот к примеру оно потерпевало очень большие изменения убирали одних лидеров ставили других за маленькие сроки набирали очень много туда народу ПД это такая каста которая всегда подвергается каким-то и осуждениям и восхвалениям там все зависит от лидера лидеры меняются потому что они бездействуют или отходят от главной концепции ПД если человек не справляется со своими обязанностями премиумами он снимается поэтому этим и обусловлено вот это снятие изменения постоянно лидеров когда мы захотели испробовать на деле идею морали за Влада относительно того чтобы ДМщиков ловили ну в общем людей которые нарушают правила правила сервера ловили работники полицейского полицейского департамента то мы тогда решили поставить именно нескольких человек на ПД которые будут курировать несколько администраторов точнее которые будут курировать структуру и тогда действительно нуждался сервер в большом количестве полицая чтобы отлавливать всех ДМщиков на нашем проекте ну не знаю мне кажется эта система эта задумка сюда вообще не оправдала вот такой вопрос прилетел мне в скайп в общем что ты думаешь о левиках на сервере и положении отношения к самой игре ну они большие молодцы продолжают отыгрывать в любых условиях и мне хотелось бы чтобы таких людей на нашем проекте было бы как можно больше относительно условий для их отыгрыша то с нашей стороны все их ну не все но дюжина большая львиная доля их просьб удовлетворяется из недавних это же ввод команды АМИ которая до сего времени на нашем проекте не было и в общем-то вот так с нашей стороны есть большая поддержка для этих людей пусть они отыгрывают и мы будем дальше работать в их благо в обладах всего проекта и будем стремиться к одной цели так чтобы вопрос уже задавали нет я не буду к ним возвращаться ближайшее время никак никоим образом потому как свой энтузиазм относительно выпуска новых видео я уже утратил не интересно если кому-то интересно из игроков пусть это занимаются и я с удовольствием буду смотреть их выпуски с удовольствием буду просматривать летсплеи какие-то обучающие ролики и буду даже лайки ставить и возможно даже комментировать посмотрим будет ли введена штрафстоянка больше половины машины разбросаны по дорогам и прочее ну наверное в ближайшее время нет а так она вообще есть у нас штрафстоянка она напротив нотариуса находится между домами там есть такая загородка которая в общем-то является штраф для всех автомобилей которые нарушают правила дорожного движения он скорее всего в ближайшее время нет а вот в будущем вполне возможно но в ближайшее время очень много задач которые предстоит выполн нужно если интерьер не соответствует экстерьеру дома то есть внешне моего обличия к примеру у дома два этажа на самом деле в доме один этаж то конечно же можно если если это вам просто интерьер не нравится вы там недовольны то конечно же нельзя это уже ваша проблема и вам нужно покупать новый дом с тем интерьером который бы вам нравился нету такой функции что можно за донат изменить интерьер вроде бы есть да нет нет такой функции кажется нет как насчет того чтобы заказать пиару и сплетч мы уже занимались подобным делом у нас есть определенная практика этого и мы уже как-то это все пробовали делать результаты конечно были но не столь большие и не столь существенные но думаю мы как-нибудь вернемся к этому и будем продолжать этим заниматься нам и с ними интересно наблюдать за этим всем как нас все обозревают и какие мнения о нем у этого человека который все же просматривает наш проект я уже как-то изъявлял о своем в общем-то походе по изменениям акций да я я буду изменять их и думаю в ближайшее время я начну это дело более интенсивно интерьеры будут меняться и будет практика в каком-то новом облике в общем очень интересно ну как будут работать адвокаты что им надо будет делать адвокаты ну на самом деле я уже не помню какие там идеи у нас были сейчас это нецелесообразно обсуждать поскольку нет почвы для их работы как появится тюрьма тогда нам нужно будет уже думать как водить эту систему адвокатуры а пока нет тюрьмы толку этого делать тоже как бы нет спрашивают что можно будет делать в колонии строгого режима и кто будет туда сажать игроков колонии строгого режима повторюсь не будет будет окружная тюрьма это тюрьма в неком роде и для хотел сказать для оговорился это тюрьма для рпшников в том же числе это тюрьма для обычных заключенных но там есть огромное разделение обычные заключенные будут находиться в карцере которое не позволит им ходить по тюрьме и отыгрывать рп на нем а родлевики да рпшники они могут ходить спокойно передвигаться там в определенное время по территории окружной тюрьмы и отыгрывать свою роль отыгрывать и наслаждаться своей игрой сделать ли такое что бельно нужно будет играть в донат мне кажется нет на то это и КПЗ чтобы наказывать чтобы они понимали всю свою вину нужно посидеть как-то определенное время чтобы все это осознать то что ты сделал а если у тебя много денег много доната на аккаунт то никакой морали ты не получишь дополнительность этого всего и выводов не сделаешь поскольку ума большого не надо чтобы просто носить донат и выходить из КПЗ выигранные автомобили можно будет передавать ну это мануэль морализм мне кажется да мне кажется что выигранные в лотереи автомобили это те же обычные автомобили как и купленные на авторынке или еще где-либо ну вроде бы запрещено донат автомобилей продавать ну мне кажется это глупо их относить к донат автомобилям поскольку именно донат автомобилей они ну стоят дороже существенно в том числе и самолеты и лодки которые покупают игроки они стоят дороже а эти они выигранные и вполне там нет таких прям уж крутых эксклюзивных машин ну есть конечно эксклюзивные но их не так уж и много и передавать в первом деле это было бы более гуманно как ты относишься к тому что некоторые дома или интерьер подобные дома налога будешь изменивать нужно чтобы эти люди которые видят подобное несоответствие уведомляли меня в этом в этой недоработке и я уже буду там пытаться как-то повлиять на эту ситуацию а так я пока вот не могу судить поскольку я не встречал еще такого как будет выбрать сажать в КПЗ рпшника или просто что если человек был посажен администратором он будет сажаться в карцер если же человек был посажен полицейскими он будет определяться в в общем-то в основное здание окружной пылью будет иметь доступ ко всему пространству которое там это пишут что человека взломали забрали все имущество эксклюзивные спины оружие есть возможность писал морали взволили внимание при наличии определенных документов каких-то не знаю фактов аргументов которые бы позволили нам удостовериться в том что это был действительно его аккаунт что он был взломан что человек имеет право на все это имущество и в частности наказать вернее я уже заговариваюсь но если человек в общем-то имеет все факты о том что его взломали мы несемненно накажем и вернем имущество в общем-то такая идея есть написал Данил Насыров что мол не давать баны за ДМ ну за массовые ДМ и за 4-й вар например сажать в областную тюрьму в карцер как ты говорил ну так это в принципе и делается но при обычном ДМ если есть ДМ то администратор сажает его в этот же карцер 4 варна дарит дается бан на 7 дней не может 4-й варну да ну 4-й варн для этого и создан чтобы банить человека а не сажать его при наказании человека когда он ДМ его администратор наказал при наказании он обязательно выдает ему варну и человек автоматом уже определяется в КПЗ если его предыдущие три варна ничему не научили он получает заключительный варн и отправляется в бан справедливо вот отличный вопрос кем хочешь стать в будущем я общественный экономист поэтому мне бы хотелось в будущем совершать какие-то манипуляции с финансами ну конечно законные манипуляции ты говорил что даешь людям второй шанс но второго шанса ты не даешь Гильермо Караско пишу Гильермо Караско ну я не даю шанса второго лишь огромным идиотом профинившимся людям настолько пакостливым которые не осознали свою ошибку ни в коем случае и сделали что-то такое что лично мне неприятно то есть я не могу простить человека за то что он все дело какое-то реальное зло что мне очень не понравилось так вот спрос спрашивают лотерея будет идти долго или определенное время ну она кажется на дальнюю перспективу в общем очень долго она будет и с нынешнего момента всегда кажется кажется это все так не должно было пусть да спрашивали за что Касма разбанили Диего Касма или Агуир там просто их два один на обоих о-о-о правильно ну Меркулов который Диего Касма он не банился ну в ближайшее время а Касма ей не помню чтобы я его разбанил ну когда-то давно да было дело но там кажется он не доказал свою невиновность а в ближайшее время недавнее я бы сказал не помню спрашивают можно ли разбаниться за донат за донат конечно можно если человек в общем-то оплатил определенное там операцию и за донат он будет разбан без проблем спрашивают цену разбана за донат что-что спрашивают цену разбана за донат ну он зависит от от наказания от свалка от наказания в общем-то все цены варьируются еще вопрос почему работа инкассатора до сих пор не работает и будет ли она вообще произведена тоже интересно да будет как нибудь мы доработаем все что у нас как нибудь мы доработаем все что у нас здесь не доработано но это уже другая ну и просят пройтись по админам и хелперам будет ну с моей стороны это было бы неправильно мне кажется пусть их оценят какие-то конкретные люди которые не набирали этих людей я их набирал и я их могу оценивать только с хорошей стороны поскольку если я их буду критиковать то по смыслу того что я их набирал да в общем есть вопрос такой про лидера репортеров ну я посмотрел вот у него очень маленький онлайн он временно стоит или как нет он стоит на он стоит на постоянной основе речи не шло о том буду ли я его ставить на время то есть этот человек находится уже 11 месяцев кажется во фракции и не покидал ну даже вот так поэтому даже я не думал о том чтобы ставить на время на основе кросс спрашивает что станет с бизнесом который разрабатывали он будет функционироваться да это это игровая зона мы хотели сделать что-то типа пейнтбола я думаю у нас тут и будет подобное там люди смогут пострелять это будет настоящая дм-зона где люди смогут приходить в себя после трудного дня да и умиротворять свой пыл почему вот главного и зама в таксопарке никогда не видно ну в онлайне главного главного зама лидера и зама этот вопрос стоит адресовать им я ведь не могу отличать за то как он не играет я лишь оцениваю часто они играть или видимо немного неправильных вопросов формулирован в смысле имеется ввиду то что маленький онлайн у них а и почему я их не снимаю да а ну я думаю какие нибудь меры посещения этого я буду предпринимать и в ближайшем моменте я вам предупредил о том что он находится на границе в а а а в а в в а в а в а а и что он не доказал в общем то у меня есть все доказательства и его взлома есть все подставки ну в общем то есть почва для того чтобы я его разбанил я его разбанил исключительно потому что его аккаунт был взломан и даже какая-то часть имущества была утрачена а а а а для этого не нужно открыть список и поголовно ждать каждого а джуни хандрессона я сниму и поставлю там его или заместителя или ничего там оно у человека тоже с фракцией поскольку он предложил двух кандидатов а в общем то я курсу вряд ли а таксисты возможно возможно таксисты в русском акции так нет лидера а и в общем то все наверное наверное все а и сан феррариф тоже будет изменить все пишут почему бы не добавить в виде животных а что добавить в мир животных в виде животных а их же сам то есть там есть корова и олень но они не двигаются то есть можно конечно их добавить но они будут возле дома стоять и вообще не любят в виде объекта ты говоришь что снимешь лидера рифа да есть какие то кандидаты нет на лидерку скорее всего это будет Диага Касма который и в общем то реинкарнировал всю рифу недавно ну не так давно я бы сказал год назад когда я вернулся это будет Диага Касма это тот человек который ее восстановил и который сделал так чтобы эта фракция вновь была в составе а говоришь нашел хороших людей в РМ да кто это будет не можешь тоже сказать да скорее всего это будет Богдан Дмитрия кто Богдан Дмитрия кто Богдан Дмитрия тут пишет у Диага Касма в бане за несоблюдение правил сервера что скажете о том он меня что то писал об этом но я не углублялся нужно еще подумать о том что там случилось и надо размышлять по правилам Леон Дмитрия посмотри так почему нельзя сделать так чтобы людей ловили по всему самому ну мы же недавно это и практиковали то что демщиков ловили полицейских ну не сработало так видите есть ли у человека подняться на большие посты шанс если он не справился с лидерами не зависимо от его активности и пользы для проекта ну ну я приходил на проект два раза в основном в основном я уже на нем или два или два с половиной года даже чуть больше получается сейчас уже да да уже больше наверное вот почти весь этот период я являюсь замом кроме первых двух или трех месяцев то есть в основном где-то года два уже но хулио вальдеза вернутся точнее не вернутся шансы на лидер м м хулио вальдез м я не знаю зависит от него добавить ли болезни и таблетки да 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 какое твое любимое блюдо любил нет я вообще люблю покушать но я очень любил с детства оливье не знаю мне очень нравилось очень люблю так в основном мясо очень люблю независимо от того какое оно ну кроме вареного не очень любил и колбасу колбаса это мое любимое блюдо вообще все мои жизни любимый продукт м нет 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 да еще думаю бессмысленно нажать вопросы по моему задали уже все что можно ну если так то все можно заканчивать только написали заканчивать сразу полетели вопросы ну если там есть какие то вопросы которые не звучали до сего момент можно удовольствием их ответить то что вы просто как ты и морали относитесь к ну короче экупирующему человеку мод патристика это человек феномен негативно конечно же потому как если брать вообще ну он не только мог копировать он копирует мою речь он копирует мои сообщения где-либо он копирует причины моего бана ну не моего бана а моих банов которые я там даю он копирует мои сообщения в группе ну наверное это человек мой фанат и фанат маджестика он так же копирует и морали же и как можно относиться к этому человеку это полудурок когда будет работать фабр ну официально он будет работать только тогда когда есть у него тогда у него будет определенный функционал так скоро это будет я не могу судачить об этом ну очень много работ ну я думаю пора заканчивать ну да 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 зрелая мысль достойно предложения ну что всем спасибо кто слушал эфир думаю вы уже получили ответы на все интересующие вас вопросы и мы будем заканчивать всем удачи спасибо